Приветствую вас! Вы знаете, я думаю, что с теми моментами, которые вы описали, да, то есть, вот, например, умение заводить разговор, да, поддерживать разговор ни о чём, значит, то, что вы не любите общение в большой компании, вот, то, что у вас проблемы с прокрастинацией, то, что у вас стремление к гравите очень большое, то, что у вас топографический кредитизм руки из одного места, то, что у вас сложно сделать выбор, то, что у вас высокая тревожность, депрессивные состояния, вот, с этим всем нужно работать. Работать с этим нужно именно лично с вами, именно на постоянной основе, вот. Тогда, может быть, и синдромы СДВ, точнее, симптомы СДВ, которые вы описываете, уйдут. Это первое. А второе, значит, что касается папы, то вы, значит, пытаетесь в этом смысле быть похожим на него, на отца, вот, а мама у вас, соответственно, показывает вам, как это сделать. То есть вы поступаете маминым способом, но как папа, не по-своему, вот. И сделать, что поступает транзактный анализ, вот, и, соответственно, работа в этом направлении тоже нужна. Ну, отделить, определить, когда вы находитесь в состоянии родителя, да, когда, соответственно, нет. Дальше. То, что касается симпрома дефицита внимания, то я не знаю, как вы хотите, чтобы мы вам его диагностировали и сказали с этим делать вот так вот на основе вопросов, на основе чек. С вами будет поработать хотя бы, с вами будет пообщаться хотя бы, решить какие-то ваши проблемы в случае прокрастинации и так далее, да. По факту я увидел проблему, вот эту проблему, которую я увидел, да, проблему, которую я увидел, точнее, это тяжесть ответственности, то есть у вас тяготит ответственность. Ответственность у вас это как бы обязаны. Надо. Вот. И отсутствие смысла, отсутствие цели, проблемы ценностей у вас имеются. Вот. Соответственно, дефицит внимания базируется только на этом, на том, что вы не совсем понимаете для чего, для чего это все надо, зачем это все нужно и так далее. Вот. Либо, либо в детстве была все дозволенной, слишком большая, чрезмерная свобода, чрезмерно вы были представлены самому себе, либо наоборот, у вас были достаточно строгие родители. Но судьба там, если вы описываете, скорее всего первая. Вот и все. Как бы. Прокрастинация это вообще отсутствие ценностного ориентира у вас. Вот. Стремление к развитию, развиваться, чтобы что? Зачем? Высокая тревожность, низкий эмоциональный интеллект, депрессивные состояния, родительская оппозиция, доминирование, эм, значит, эм, доминирование родительских установок вашей личности. Вот. Вот так. Что-то вы описываете, исходя из, эм, того, эм, ну, что вы описываете, да, по поводу художественных книг, там, эм, когда читаю, когда я читаю книги, зачастую, глазами пролистываю в стране, прочитываю книгу, а потом нападаю, там, как бы, в другом месте. А, зачем читали книгу тогда, для чего? Вот. Так вот. Что-то я могу сказать вам. Ну. Игром дефицита внимания, он, эм, скорее, эм, больше идёт, когда человек хочет что-то делать, да, человек, у человека есть большое желание что-то делать, большая потребность, чем-то понимать. Но, он не может, не может это делать. То-то он хочет, но не может, не может. Это огромный, это огромный дефицит внимания. Кстати говоря, что ещё очень интересно, то, что, то, что, синдром дефицита внимания можно характеризовать, ну, характеризовать, как, эм, может, синдром того, что вам не хватает внимания. Далее, в вашей жизни, эм, большая склонность к оценкам. На мой взгляд. Так что, как бы, вы считаете, эм, эм, себя, эм, вправе, эм, оценивать, эм, эм, других людей. Вы считаете, эм, праве, ну, как бы, высказывать идею о том, что, что, есть, эм, так называемые разговоры, не о чём, не о чём. Вот, вы считаете себя, праве. Выносить, ну, вердикт, вердикт, вердикт о том, что, эм, это разговоры не о чём. Что, надо сказать, что, хотя, на, по-моему, деле, вы не вправе. Что, так? Что, так? Так, от таких, от таких оценочных, эм, впреждений, вам, желательно бы, отходить. Ибо вам они, эм, только вредят. Вот. Ну, на мой взгляд. Как мне это видят. По крайней мере. Вот. А, в принципе, то, что я могу вам сказать, эм, исходя из того, что вы написали. Если у вас остались вопросы, дополнительные обращайтесь в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего, эм, самого доброго, э, удачи. И, что касается врачей, то, приём нужно всё-таки проведить больше. Что-то, как бы, больше, да, и, эм, не обратил внимания на СДВ, а именно диагностировал его. Вот. А то, получается, такая серьёзная вещь, да, а вы её, а у вас только, как бы, на это обращают внимание. Понимаете? Это не серьёзно. Так. Удачи вам!